Приветствую Вас, и термин психолог-консультант пришел к нам из кумунистической психологии, в частности в работах Карла Роджерса. Психолог-консультант является третьей и самой высокой, образно говоря, ступенью терапии, и этот процесс называется терапия процесса. То есть, силу терапевтическую деятельность можно разделить на три части. Это терапия поведения, терапия причин и терапия процесса. Соответственно, терапия поведения – это работа с детьми, с подростками, с людьми, себя не осознающими еще пока. Иногда, при коррекции поведения уже взрослых людей, также применяют терапию поведения. Терапия причин была введена, по сути, фрейдом. Терапия включает в себя психоанализ и представляет собой работу с людьми, которые только начинают, пытаются осознавать себя, свои проблемы. И человек, в этом случае терапевт, дает им средства для решения проблем. Терапия процесса, в которой, собственно говоря, и появляется консультант, подразумевает, что человек, клиент, со своими проблемами уже справился. И теперь консультант помогает такому человеку, личности, либо развиваться дальше, либо искать другие проблемы. И решать проблемы еще не вскрытые, еще не дающие о себе знать. Очень часто консультанты ведут беседу абсолютно на равную со своим клиентам. То есть, если провести грань между терапевтом и клиентом, то наиболее близко они находятся на уровне терапии поведения, там, где каждый говорит на своем языке, на одном языке. Наиболее дальние расстояние на терапии процессов, где люди говорят абсолютно на разных языках, и они вновь сходятся на терапии процессов, где люди говорят на одном языке, понятным в каждом из них. Здесь консультант выступает своего рода наставником такого клиента и помогает ему на постпроблемных, постпроизвольных процессах. Очень надеюсь, что некоторые термины из того, что я сказал, вам известны, потому что, думаю, раз вы задаете такой вопрос, значит, вы интересуетесь психологией, возможно, даже консультированием психологическим. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Продолжение следует... Продолжение следует...